Как устроена женщина, и женщине, и мужчине, потому что женщины сами все могут не понимать. Надо разобраться, как устроен мужчина, и мужчине, и женщине. И когда люди разобрались, надо давать человеку то, что ему нужно, а не то, что тебе хочется там давать. Понятно? Что мужчина должен давать? Он должен работать для жены, быть щедрым. Вот где зона щедрости служения женщины, где зона служения мужчине. Мужчина должен терпеть женские эмоции, это его зона служения. Он должен быть невозмутимым. Он такой, да, дорогая, да, он хорошая, совсем согласен. Вам нравится, девушка, такое поведение? Вот когда вы уважать мужчину будете, как в каком случае, уважаемый он такой? Когда он с вами не спорит, правда? Он такой, хорошо. Классно же, да, такой спокойный человек. И вы знаете, ей нравится? Всем женщинам нравится. Дальше девушка должна, ну пусть она там будет эмоциональная, там какая-то там, обидчивая, но она должна уважать мужское мнение. Это очень красиво выглядит. Я, допустим, помню в Казахстане, там было человек 300 на лекции, и в конце они все ломанулись за цветами, женщины. Ну там Казахстан, они все начали друг друга так сметать там такие, как бы, лезут за цветами. И стол начал, как бы, двигаться на меня. Они такие, а, я сейчас уже думаю, сейчас меня задавят. И мужчина один увидел, казах такой. И он смотрел, смотрел такой и крикнул. Тихо! Все женщины раз такие застыли. На одну секунду. Потом опять на меня. Но сама вот эта секунда, она была очень мне понравилась. Как они среагируют, мужской вот этот вот строгий голос. И так раз сейчас сразу. Все главное. Вовременный раз и застыли. И сразу я увидел, как это в природе происходит. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Курочки бегают. Идут, носятся оттуда, 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 оттуда по курянке. Они сильно заняты. Петух чем занимается? Он сидит. Он сидит. Он сидит. Курочки все молчат. А если курочки возникают, то это что за жизнь семейная тогда? Понятно? Ну то есть у мужчины и женщины есть равенство в отношениях или нет? Есть моя хорошая. И женщина равна мужчине. Мужчина равен женщине. Это равные отношения. Не отношения сверху вниз или снизу вверх. Нет, это не такие отношения. Это равные отношения. Но женщине для того, чтобы мужчине было комфортно в отношениях. Потому что у нее психика намного сильнее в личной жизни. Она уступает. Не потому что она уступает, а потому что она слабая. Потому что она сильнее. Психика у женщины сильнее. Вы мне не верите? Да, верю. Все женщины чувствуют, допустим она даже смотрит, вот парень на нее смотрит. Она вся такая настроенная такая. Хорошая такая. Но внутри у нее находится большая сила. То она знает свою силу. И она смотрит на него. Он ее любит, там ухаживает. Почему она не отдает взаимности? Как вы думаете, причина какая? Она чувствует, что он не потянет ее психику. Не справится с ней. Она думает, я не смогу с ним жить. Он не потянет. Слабенький. Женщина чувствует свою силу. И если она разумная, вот неразумные женщины как себя ведут? Неразумные женщины боятся мужчин и из страха агрессируют. Они эмоционально себя ведут. Очень бросаются там, ругаются, кричат. Это неразумные женщины. А разумные женщины, они как себя ведут? Скромно, ласково. Если мужчина что-нибудь так делает, а на раз с ним пять дней не разговаривает. И все. Нормально. Ну как, все зависит от того, сколько ему надо. Некоторым в неделю надо, а некоторым три часа. Ну то есть, семейная атмосфера это женская энергия или мужская? Женская. Женская. Там. Или у вас флажочками обои? Цветочками, да? Кровать мягкая, обои цветочками, шторы тоже в кружева, вся квартира в кружева, цветочками. Это какая энергия? Женская. Значит, мужчина, он в квартире находится в доминирующем положении или подчиненном? Подчиненном. Он дома отдыхает, он расслабляется, он распоряется в женской энергии, ходит. И тут раз, женщина и выключает вот эту энергию наслаждения для него. У ней испортилось настроение. Она такая раз и как бы и все, кайф закончен. И он кругами ходит и говорит, что такое? Она говорит, я тебя что делаю, ведь я трогаю. Я тебя не трогаю. И он и туда и сюда и говорит, ну ладно. И так это мужчину воспитывать не сложно в семье жизни, потому что он полностью зависим от женщин. Домой, когда приходит, он полностью зависит от ее настроения, от ее пищи, от ее стирки, от всего-всего-всего. Он абсолютно дома беспомощный, он полностью под контролем жены находится. То есть надо жене с ним вообще рудаться тогда или нет? Нет, просто закрывает краник наслаждения. И все. И он сразу через какое-то... Ну три стадии. У мужики, они же упертвы, у них три стадии понимания процесса. Первая стадия – гнев. Вторая стадия – подлизывание. И третья стадия – осознание. Надо подождать. В основном женщины не могут ждать. Им хотят сразу, чтобы он все понял. А мужчина не может сразу понимать. У него психика... Вот у женщины эмоциональная... Женщина в настроении и в эмоциях очень тугая. И это очень опасно для мужчины. То есть если у нее настроение испортилось, это надо ждать, когда она там... Ну то есть у нее она тугая в настроении, в эмоциях. А мужчина тугой в принципах, в правилах, в понимании вещей. Поэтому женщине нужно много времени, чтобы он понял что-то. А мужчине нужно много времени, чтобы женщина поменяла настроение. Чтобы она поменяла отношение к нему. Нужно много времени. А мужчине нужно, чтобы что-то он понял, поменял свой образ жизни. Нужно много времени. И надо понимать. Вот допустим, на лекции почему в основном и женщины приходят? Потому что женщины быстрее осознают как правильно. И много... У них эго у женщины очень гибкое. Оно перестраивается, приспосабливается, меняется. А у мужчины эго очень твердое такое, неподвижное в этом вопросе. В вопросе изменений. Поэтому нужно ждать, понимать это все. Бывает в семейной жизни и так первое, что нужно... Вот давайте разберемся, как наладить свою личную жизнь. Успешная карту, чтобы семья была. Первое. Это здоровый образ жизни. Не будете этим заниматься. Никакого успеха не будет. Потому что не будет энергии. Вы, допустим, поздно ложитесь спать. Поздно встаете. У вас разрушается семья. Человек поздно ложится спать. Он напряженным становится. Поздно встает. У него появляется чувствительность. То есть, когда человек поздно ложится спать. Когда человек копится динамическое движение, у него волевой фактор страдает. Когда человек поздно встает в постели, он становится раздражительным, ранимым. Настроение портится. И все это разрушает личную жизнь. Понятно? Питание неправильное тоже. Мясное... Много мяса, рыбная пища. Мясную рыбную пищу это депрессивная пища. Она портит энергетику. Люди становятся депрессивными. Становятся раздражительными. Это тоже вызывает проблемы. Надо наладить режим дня. Наладить сначала здоровый образ жизни. Прогулки на природе. Вода. Солнце. Все это надо методически почитать. И к этому следовать. Следующее. Это уважение. После этого. Уважение означает есть энергия. Нет энергии, никакое уважение. Два истрофика ползут. Как бы... Один раз башкой, а пол. Тот поворачивает. Говорит, у тебя что, бег с препятствиями что ли? Они соревнуются, кажется. Один на пол голубой. Нет энергии, нет жизни. Второе. Это уважение. Уважение. Пойми, что женщине нужно. Пойми, что мужчине нужно. И знайте, что Бог все совершенным образом создал. Вот, допустим, женщина боится, что если она с мужчиной будет соглашаться, то все будет не так, как она хочет. Но откуда вы это взяли? Вы не знаете, потому что, как бывает, у вас нет опыта. Вот, допустим, вы согласны с мужем все время соглашаться. Что вы включаете в его характере? Я недавно одну вот семью, очень богатые люди, и у них просто вот идет полный раскол, расколбас и оставил он отношения. Мужчина, когда женщина ведет себя с ним неуважительно, он входит в зону скупости. Что такое зона скупости? Это когда мужчина принципиально лишает женщину благ. Он ее гайки зажимает. Не хочет ей приносить счастье. Это зона скупости. Вот. И я женщине говорю, ты просто, говорю, совсем соглашайся. Не бойся, что ты останешься без, как бы, своих благ женских. Не бойся этого. Я тебе это гарантирую. То есть они в него посильно верили. Я говорю, я тебе гарантирую, что блага будут. И она начала просто со всеми соглашаться. Вот она видит, что он неправильно говорит. Все равно, да, мой хороший. Да, мой хороший. И он зашел в зону щедрости. Постепенно, постепенно зашел в зону щедрости. И что произошло? Вот все, что он ей запрещал, и они договорились, что этого не будет. Он сам начал нарушать свои договоренности. И сам начал все ей делать то, чего он ей не хотел делать. То есть мужчина, когда в зоне щедрости находится, он свои же правила нарушает. Понимаете? Поэтому женщины, задача в чем заключается? Вести мужчину в зону щедрости. А для этого, в чем политика женская? Любовь это всегда игра. Вот какая игра должна на ту женщину? Она должна, да, мой хороший. Но при этом без унижения. Вот оставайтесь богинями. То есть девушка. Что значит? Санскритское слово Деви. Это богиня. То есть девушка должна быть богиней. То есть богиня, она же не может быть зачуханная такая. А богиня? Это богиня и заводят. Вот. Понимаете? А богиня означает, она достойная. Но при этом да, да, мой хороший. Да. То есть она достойна, но при этом согласна. Очень вызывает большое. Если богиня со мной согласна, значит я кто? Ох. Это то, что и надо как раз. Именно в жизни. Это то, чего и хочет человек. Вот. И ему сразу нравится все. Такая жизнь. Ему очень нравится. Вот. Поэтому нужно мужчину вводить в зону щедрости. А женщину надо вводить в зону ласковости. Вот у каждого женщины, у нее есть две зоны в отношении. Зона каприз и зона ласки. Когда женщина находится в зоне каприз, то и то не так, и все не так, и все плохо, и настроение плохое. Для нее не дотронься, не скажи слово. И все в общем плохо. Вот. А как женщину в зону ласки вводить? Для этого надо очень аккуратно, нежно с ней разговаривать. Никогда на девушку, на женщину не надо повышать голос. Так что бывает, по идее, не приставай. Это зона каприз у женщины. Она такая очень сложная для мужчины. Вот. И надо ее вводить. Это ласковое, доброе поведение. Она не сразу выйдет из зоны каприз. Не надо думать, что за пять минут прямо ее там щелчком из зоны каприз вывести. Вот. Когда на меня жена обижается, я подхожу просить прощения. В это время я вообще не считаю себя виноватым. Считаю, что она тупит, ничего не понимает. Но я прихожу просить прощения. Она мне говорит, я тебя не буду прощать. Я говорю, почему? Ну, потому что ты на лекциях говоришь, что ты, когда приходишь просить прощения к жене, ты себя не считаешь виноватым. Я говорю, ну вот сейчас я считаю себя виноватым. При этом я правду говорю? Нет, обманываю. В любви можно обманывать? Нужно. Нужно, да. Нужно, потому что любовь означает, надо понять такую вещь, что есть две энергии отношений. Есть энергия правды и есть энергия любви. И вот в деловых отношениях энергия правды преобладает. Нельзя пренебрегать правдой. Это очень опасно, оно рушит отношения в деловых отношениях. А в любви преобладает любовь. Это означает, что правда стоит уже на втором месте. Когда отношения любви не нужно сильно бороться за правду. Люди, когда в отношениях любви борются за свою правду. Вот женщина за свою женскую правду, борется мужчина за свою. Идет война, которая заканчивается разводом всегда. Если люди начинают бороться за правду, они точно разрушат семью. Если говорить о корне вообще отношений, знаете, что такое отношения вообще? Это не наша энергия. Вот представьте себе, вы, допустим, надели чужие наряды, в чужой квартире находитесь. И вы там играете в чужие отношения. Это то, что происходит у нас в личной жизни. Энергия любви – это наша энергия? Нет, это энергия Бога. Между супругой и Богом действует энергия, которая передается людям, как подарок. Это не наша энергия. У женщины есть то, что можно любить или нет? Нет. Это божественная энергия. Господь дарит женщине божественные качества. Мы святые, с вами вообще святые, нет? Человек может не в святое влюбиться? Нет. Он влюбляется только в святое. Вот что в женщине святого? В ней доброта святая, верность, нежность, желание заботиться. Это святое в женщине. Это женские качества? Нет. Это качество, которое ей подарил Бог. У мужчины что святого? Крабрость, терпение, щедрость, рассудительность, ответственность. Это святые качества. Это мужчине качества они принадлежат? Нет. Это те качества, которые ему подарил Бог. Для чего Бог дарит нам качества? Это подарки. Вот человек рождается, и ему Бог дарит подарки свои. Вот девушки бывают недобрыми? Нет, они все добрые. Им надо развивать доброту. Женщине надо развивать доброту? Нет. Они сразу добрые все женщины. Женщине верность надо развивать? Нет, они верные сразу. Это все есть. Можно только вспомнить. Мужчины тоже есть все. Ответственности, решимости, смелость. Все. Мужчины тоже это есть. Просто надо вспомнить. Это Бог дарит нам это все. И любовь это что такое? Это взаимоотношения между этими качествами, которые сейчас в их честь, между божественными качествами. Как эти взаимоотношения культилировать? Надо напоминать друг другу об этом. То есть надо женщине всегда напоминать о том, что она нежная, ласковая, верная. Надо ей показывать это, что ты такой ее видишь. И она такой всегда будет рядом с тобой. То же самое, мужчине надо показать, что он ответственный, что он смелый, что он может, что он храбрый. И он таким будет. Понятно? Вот это называется любовь. Любовь это служение. Люди воспринимают любовь как? Они думают, любовь это когда тебя... Вот девушки как считают любовь? Это когда-то тебя дотрагиваются. Это любовь, мне кажется, что такое. Значит, любовь есть. А парень, если ему кажется любовь, это когда он на девушку смотрит, он такой... Вот, это любовь. Это не любовь, это влюбленность. Это Бог дарит видение божественных качеств. А любовь, что такое? Это возможность, способность их сохранять. Это видение надо учиться сохранять. Надо учиться видеть хорошее в близком человеке. И это через служение происходит. Не через требования, а через служение. Основа служения для женщины это нежное обращение. Основа служения для мужчины это уважение его ответственности, серьезности. И вот так надо к мужчине относиться. А если он не серьезный, значит надо вообще с ним никак не строить отношения. Надо просто находиться на дистанции. Пока он не станет серьезным. Но когда он становится серьезным, надо говорить, вот я тебя таким и видела, что я так тебя видела. И как строит Бог со своей супругой отношения? Как называется его на санскрите любовь между ними, отношения, как они называются? Лилы называются. Лила это что такое? Как переводится по-другому? Лилы. Игра. Игра, да. Значит, что это получается? Получается, что любовь означает игра. То есть люди шутят друг с другом, чуть-чуть врут, делают вид, что вот так, на самом деле не так. И это вот в этой энергии движется любовь. И самое главное, большинство людей не понимают, в какой энергии движется любовь. Двое любовь не движется ни в каком предательстве, ни в какой измене, ни в какой неверности, ни в каком желании дружить с другими женщинами или мужчинами. Там любви быть просто, в принципе, не может. Не может. Любовь движется только в игровом таком легком отношении друг к другу, в котором нет места слишком большой серьезности. Понимаете? Если, допустим, ваш обидел близкий человек, вам надо показывать это сильно, что вы обижены? Нет. Ну, допустим, ко мне жена подошла, допустим, говорит, извини, я была не права. Как я должен ответить? На колени. Я тоже была не права. Ну, я вот так отвечаю. Да. Я даже не заметил, что ты была не права. Все нормально. Ты просто устала, там, так сказала. Но я даже ничего не заметил. А я заметил на самом деле. Да, я страдал. Я, как бы, просто, говорит, нет, все, ты права, конечно, все нормально. Это значит ли это, что я так сказал, что она дальше будет так же делать? Нет, она все поняла, значит, что она так не будет делать. Правильно? А? Будет. Кто сказал будет? Молодец. Раз дал слабину, все, она будет туда жить. Да? Да. Обычно так и не бывает. Вы, значит, в состоянии войны женой находитесь, да? Ну, вроде, да. Ну, валимте дальше, посмотрим, что из этого получится. Если вы, это слабина называется, да, то есть ты жене говоришь, что ты была права, на самом деле, это я, да, все хорошо, это слабина, да, у мужчины? Нет, это сила. Слабина? Сила. Сила. Сила, говорят. А слабина, что за мужчина? Слабина, вот как она вылазит? Откуется. Когда он торгуется с женщиной, да? Да, это слабина. Да, это слабина у мужчины, когда мужчина уступает женщине, это разве слабина? А? Сила. Сила мужская. Допустим, мудрость у мужчины в чем заключается? Он не замечает ее капризов, да? Вроде все нормально, не волнуйся. Это мудрость. Теперь, а женщина будет нагреть при таком поведении? Будет. То, что вот он сказал, он об этом говорит, а? Да. Умная женщина. Умная женщина. А где вы умные видели? То есть одно кучное отношение будет, а она не будет нагреть. Умные не замуж. Мои хорошие, любовь всех портит. Если человека любить, он наглеет по-черному. Что женщина, что мужчина. Вот, допустим, мужчина, если очень аккуратно, ласково, жена. Вот я просто вам на своем примере говорю. Женщина так, сразу ей хорошо становится. Она сразу такая. Она к всему привыкает быстро. Такая, ну, распускает крылышки и все. И пошла шуровать по дому. Только так. Поэтому в любви есть две стадии всегда, запомните. Первая стадия, это дать распушиться близкому человеку. Мужчина, что был петушком, он ходил такой. Я что сказал, да. Такой петушком бы сказал. То есть он должен быть петушок настоящий. Нормально. Вторая стадия, это воспитание. Когда мужчина видит, как жена заводится, она ценить это будет? Будет? Обязательно. Обязательно. Это все идет под сознание глубоко. Это называется благодарность. Вот надо ждать благодарность. Потому что сначала идет борьба. Каждый за свои права сражается. Но когда человек сильно себя, сильную позицию занимает в отношениях, приходит время, приходит благодарность. И после благодарности можно воспитывать. Можно по-доброму говорить, что так не нужно. И он поймет со временем. Благодарность открывает души, потому что благодарность – это энергия Бога. Человек может сам быть неблагодарен, если ему слушать? Может? Не может, потому что благодарность – это не от человека идет, это от Бога идет. Это Бог в сердце жены, благодарен тебе за то, что ты с его детенышем так себя ведешь. У нас же мы дети Бога же, и Бог думает, какой ты молодец. Она говорит, что он благодарен тебе за сердце. И она слушает, когда ей говорят. Я раз уж не подхожу, говорю, слушаю. Это нормально, что у нас в семье только один человек всегда прав, а другой всегда неправ. Она такая смотрит – нормально. И пошла. После этого она начала задумываться. А до этого ей дала возможность быть всегда правой. Она не извинялась никогда и всегда извинялась. В этом раз я ей сказала, и она такая – оп! И айсберг растаял и перевернулся. С этого момента уже другое поведение пошло. То есть надо дождаться этого момента, надо вкладывать в отношения. Это не то, что я там типа всегда там хороший в отношениях. Я просто говорю, как я себя веду, мы свои недостатки сами не замечаем. Мы замечаем только недостатки близкого человека. В этом так проблема в семейной жизни. Каждый человек очень сильно к своим недостаткам нежно и ласково относится. Допустим, приведу такой пример. Одна женщина говорит, я очень сильно страдаю, Олег Иванович. Я говорю, чего вы страдаете? Она говорит, того, что мне муж изменил. Сделайте так, чтобы я не так сильно страдал. Я говорю, сейчас сделаю. Сейчас прямо вообще перестанет страдать сразу. Олег Иванович, вы так уже замучились, сделайте, пожалуйста. Я говорю, но он же раскаялся. Раскаялся, все нормально, но я все равно страдаю. Я говорю, ладно, сейчас сделаю. Я говорю, вы помните, три года назад сами мужа изменили? Да. О, мне Олег Иванович. И улыбается. Как он изменил, так страдает. Как сама изменила, так улыбается. Вот так мы устроены, понимаете? То, что мы сами делаем, мы вообще это не воспринимаем серьезно. А то, что близкие человек, я говорю, вау, вау, вау сразу. Мы раздумаем до небес. Поэтому очень важно вот это понять, что надо, ну, понять, что мы оба хороши. У нас в аду их есть, хватает. Но каждый человек не замечает своих проблем, замечает чужие. В этом заключается проблема отношений к главному. И поэтому надо снисходительным быть к человеку всегда. Стараться как-то по-доброму.